Здравствуйте, друзья, добрый вам вечер. Мы врываемся в прямой эфир и сегодня с вами будем смотреть MDL, он же Mars Dota TV League, вроде так называется. Европейские отборы, сегодня у нас будет целых два матча на этом стриме, на MDL, нижнее подчеркивание, Nero Hub, я думаю, вы знаете и найдете. Вот, сначала будут играть Hellraiser против Elements Pro Gaming, ну а следующим матчем нашей трансляции будет игра Virtus.pro и ребят из Team Stark против Финнов будут катать. Ну и для вас сегодня все эти два матча будут освещать я, адекват, собственно, и товарищ Вова Майлстром. Привет тебе. Привет. Ты меня нормально слышишь? Да, отлично тебя слышу. Ну вот если ты побольше поговоришь, я настрою так, чтобы тебя было хорошо слышать. Раз, раз, раз. Ну, я, в общем-то, поражен, как всегда, никнеймами игроков в Доте. И так как, да, видимо, у нас билета еще нет или вообще не будет на Mars Dota League, честно говоря, непонятно. Поэтому сегодня мы будем наблюдать за тем, как за команду Hellraiser сыграет Джабуилова. Ну да, но это вообще большая главная боль наших СНГ игроков. Точнее нет, главная боль для нас, для русскоязычных кастеров, для игроков, то это нормально, потому что они свои никнеймы ввергают и переворачивают, как хотят, и не ставят, как нужно. Ну, типа, если это китайские были бы ребятки, мы бы просто видели иероглифы, 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 и вообще не понимали бы, кто из них кто. Да, да, да. Ну, в общем-то, насколько я знаю, сегодня и Hellraiser, и Elements Pro Gaming играют своими полными составами. Какими именно? Ну, мы можем, наверное, только догадаться по каким-то анонсам, да? По идее, у Hellraiser сегодня это товарищ Иван, Андершок, Шачло, Фонинджа и Годем. А у ребят из Elements Pro Gaming это Screen, Kinger или Dan, потом, кто там еще? General и Йог. Да, да, General и Йог, вот, все правильно. Ну, вообще, в лобби там, пока мы были, вроде, они под своим никнеймами, но все было окей, то есть было понятно, что без каких-либо стендинов. Ну, вот. Так что, думаю, в игре потом или на следующую катку они там исправят, все будет окей. Так, тут говорят, что Дота ТВ не слышно, сейчас это тоже подфиксить. Должно быть, все хорошо. Дота ТВ как никогда популярна, да? Да. Ибо комментируем мы на самой лучшей платформе мира, и вся я... Да-да, все я и мира, собственно, лучшая платформа Азобу, так что, ребят, привыкайте, уж извиняйте, что именно здесь мы с вами будем эти матчи проводить, потому что этот турнир проводится только на этом сервисе, собственно, поэтому как-то так. В общем, azobu.tv slash mdl, нижнее подчеркнение RUHUB, ну и также вот во время первого матча у нас будет параллельная трансляция на RUHUB 2, там, и Текут Хант и Каспер будут, собственно, комментировать параллельную игру, там, Вега против Стиков будут играть, такие расклады. Так что будьте и там, и там. Ну, а потом мы со второго матча уже будем только на этом первом канале. Такие расклады. Да, то есть у нас сегодня получается всего три игры, и две из них пройдут на этом канале, одна параллельно, но все игры довольно интересные. Ну, так как европейская квалификация, вообще, честно говоря, какая-то тенденция такая не совсем, она хорошая, то, что европейские квалификации, это, как правило, рубиловые из СНГ команд, то есть остальные там, ну, как бы топовые команды Европы, как правило, куда-то там приглашают, но вот огромное количество команд из СНГ как раз-таки попадает вот в эту квалификацию. Но, с другой стороны, довольно интересно смотреть, особенно, вот, конечно, интересно смотреть за элементами про гейминг, как бы скрин уже давно пытается и никак все еще не может найти себе команду, с которой он действительно бы чувствовал себя уверенно. И в то же время сейчас очень удачно для него Элидан откололся от ВП, и можно себе забрать такого сильного игрока. Ну, посмотрим, что из этого выйдет вообще. Но, с другой стороны, Hellraiser явно не самый простой соперник. Ну, и даже если бы это были там какие-нибудь команды разных, скажем так, уровней по результатам, по... Ну, это СНГ. В СНГ всегда очень напряженная битва. Да, абсолютно полностью согласен. И эти две команды, понятное дело, между собой не пересекались. Вообще, элемент про гейминг с появлением Элидана сыграли только один матч, одно Best of 3, и, в общем-то, это все. Это Best of 3, они, кстати говоря, выиграли. Вот. Ну, история этой команды, в принципе, она побольше будет, но там с РМН вместо Элидана, вот, с Элиданом, собственно говоря, особо матча-то и не было. Ну, а Hellraiser, ну, вроде этим составом играют уже довольно-таки давно, и что-то катают, но особых результатов, если честно, я даже и не видел, и не слышал. Даже где-то пытался посмотреть, ничего хорошего мне это не привело. Вот, вроде, они там играли отборы на Starladder, но где-то после групповой стадии, в общем, пропали. Не отобрались в итоге. Так что, как-то так. Ну, действительно, две СНГ-команды будут между собой бороться, и должно быть здорово, должно быть интересно. Best of 3 формат, первая карта, ну, наверное, можно уже потихонечку переходить на пики. Но пики, благо, пока у нас не такие шальные, да, все-таки патч еще не вступил в свою силу новый. Следовательно, мы играем на 6.85, смотрим доту на 6.85, и здесь у нас все-таки более-менее привычные персонажи. Так когда он вступит в доту? На следующей неделе? Вот тут вот чертову знает. С одной стороны, вроде бы, нужно дождаться, когда закончится ВЦА, но это произойдет на следующей неделе в середине 24-го. С другой стороны, если это произойдет с 24-го числа, то док-вал остается там 2 недели буквально, и этого времени будет явно мало. Да и сейчас мало, с такой логикой. Так да, 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 вот. И непонятно, когда, в общем, этот патч будет введен. Ну, по мне так лучше бы он вообще не выходил, потому что я, как искренняя истина консервативных взглядов против всяких патчей, всяких изменений, для меня все время это главная боль большая. Ну, это да, это большая главная боль, но так будет много разнообразия, интересненький патч это такое, там очень много нововведений разных. Ну, в общем, я уже так предвкушаю на самом деле. А тем временем закончился пик, ты так начал о нем говорить, ну, я тебя бесцеремонно прервал. Но в целом у нас довольно интересный набор героев, здесь мы видим и Омника с одной стороны, и Луну, но пока что более какой-то, ну, мне как-то больше верится в пик как раз Элеменс. У них как-то на первый взгляд баланса побольше, но посмотрим. Тут очень интересные линии могут у нас быть, да и в целом. Ну да, тут какая-то обузная стратегия у Hellraiser, это последние зумяки. Да, Урса, под Умни Найтом, под Репелом, ну мы это все прекрасно знаем, как это в принципе будет работать. Вопрос только как Элеменс Про Гейминга будут отражать атаки бесконечно от Урса Вориора. По идее у них самим тоже есть чем стоять на линиях, линии в принципе неплохие, да, это там Клапа Бейнт уже хорошо на медлении, Луна Дазл должны выстоять, в принципе, против какой-то харды. Дум, ну, дум, дум, дум. Как говорится, на сложный постоит, если не простоит, пойдет в леса. Ну, вот опять же, я так понимаю, что Hellraiser будет играть гиперактивно. Вообще, не удивлен я таким раскладом, в том плане, что команда Скрин, она всегда играла гиперактивно. Всегда были какие-то пики с гангами, перемещениями. Сам Скрин уже там в соло лигах различных на всех наводил страх, играя в Найт Сталкерах и Спирит Брекерах. Поэтому я прям предчувствовал, что Скрин именно таких героев плюс-минус будет брать. Суперагрессия, супердавление, суперубийство. Ну, что, пробежимся по этим ребятам. Непонятно, кто из них кто. Ну, более-менее, Ашер Кудам играет у нас на Омнике, Андершок на Рубике. Джеби Уилова. Это Скрин, да? Нет, подожди. Это не Скрин, нет-нет, это Галл Рейс, это Стаб. Видишь как, ты даже вон с командами аж запутался с этими никнеймами на Найт Сталкере. Но попробуем, попробуем эту дедукцию включить, да? Ну, наверное, Шачло на какой-нибудь Урсе, мне кажется. Или Ибах на Урсе. Шачло тогда на Исэфе, допустим. Подожди, Ибах играет на первой позиции в этой команде, то есть он керри. Ну да, значит тогда он на Урсе. Значит, Шачло на Исэфе. Афонин. Афонин на Исэфе, Шачло на Найт Сталкере. Вот так вот. Ну, похоже, что так, да. Да, хорошо, с этим и разобрались. Да, теперь давайте с элементами про-гейминг. Ну, Скрин понятно на Бэйне, в общем-то он свой никнейм не менял. Понятное дело, что Иллидан будет фармить на Луне. Так, вот 05-08. 05-08 у нас это Йоку. Йоку, да. Будет играть на Queen of Pain. Так, ну, Кингер Ренат будет играть на Дазлике. У нас остается Good Game, GG, это у нас получается Генерал, правильно? Ну, наверное. Ну, на самом деле не очень правильно, потому что вроде как Йоку должен играть на оффлейне где-то. В миде должен стоять как раз-таки Генерал. Вот они как-то то ли свапнулись ролями, то ли что. Ну, тут еще такая, на самом деле, такой пик, такие линии, что непонятно, кто здесь вообще на какой позиции. Ну, да ладно, сами, в общем, виноваты. Нефиг подписываться обыкакими никнеймами. Вот. Хотя, на самом деле, здесь и можно админам сказать, что неплохо было бы, чтобы у вас лобби работало как нужно. Так, ну что же, в итоге сверху у нас линия Умни Найт плюс Найт Сталкер против Луны и Дазла. Но линия Умни Найт плюс Найт Сталкер мне как-то нравится чуть больше, она такая более агрессивная. И Ферстблот забирает Урса. Да, там Читудум пытался как-то немножечко раскатить это Урсо-Вориор, отходил от него назад, юзал хилочку, развернулся. Думал, сейчас там под своим Скёрч Торфом, а даже без Скёрч Торфа он был, он просто там заделал какой-то лишний удар на развороте. Ну, таки Урсо-Вориор его последним приговорил. Ну, он думал, что Клэпом Урсы съеденный добьет Урсу, но в итоге оказалось, что Клэпа не хватило. В общем, да, не очень приятная для Думы ситуация. Вообще, по идее, Урса ты его не должна убивать, потому что за счет земли он слишком жестко отхиливается. Но, с другой стороны, если ты разок ошибаешься, то ее вот эта вот атака дает много шансов. Да, слушай, на развороте опять пытается Урсо-Вориор пробить Дума, но тут со спины уже пришел скрин, и, по идее, Урсо-Вориор спрятался и слип, да. ТП-шку сделать не дали, Клэп есть, и с ударом с руки Бэйн делает ответный килл. Счит 1-1. Хорошо перетянулся, дал Квапе сначала нормально постоять, после чего у Квапы ситуация стала получше с СФ. Да, тут что-то интересно исполняет у нас Квин оф Пейн. В общем, Квапа все равно сильно линию СФ не выиграет, так как СФ могут делать стаки, и вначале главное добить своих крипов, ну и сейчас уже, в общем-то, стоять бессмысленно здесь 2 на 2. Скрин стягивается вниз, Рубик, я думаю, тоже долго здесь не задержится. Он, тем более, с сапогом, ему вся статья бегать. А сверху у нас чуть не умер Найт Сталкер. Даззл нормально погонял. Ну, линия опасная, очень хорошая атака получается у Даззла, он от Луны получает 14 дополнительного дэмэджа, это все-таки не так уж и мало. Да, можно точковаться. Хоть у Луны у самой рейдж-атаки не особо высокие, но сам Даззлик гонять может. Ну, в частности, вот уже у меня Найт так пробил неплохо, вынудили Найт Сталкера сместиться на базу. Ну, не крути, это 2 милишника против 2-х рейджовиков, конечно же, должно быть. Так, и на нижней линии у нас Бейна в секунду стирают. Съел его Урса, и Андершока пытается не отпустить, тем временем Дум, аккуратненько его подзажал, небольшой ботиблок, и под Сфера Четарфом его просто-напросто съел. А Даззл тем временем сбирает Умни Найта сверху, у нас безостановочные какие-то убийства идут, но на самом деле снизу-то, конечно, это все в пользу команды Элемент, потому что они стояли спокойно, Рубик перетягивался, и в итоге перетянулся он так себе. Еще сейчас нападение будет. Так, съели с Брайнсапа Урса, клэпнул, живет, за счет того, что Кодем подошел сюда и накинул хил, плюс репел на развороте пытается Бейна съесть, умирает Урса, умирает Бейн, и теперь еще пытается как-то Дума поймать, Дум без ХП, без МП, но все равно, все равно быстро и с запагом, и убивать его не станет. И опять подошли размен для Элементов, 3 в 2, драку они, ну, можно сказать, выиграли, потому что поровну поменялись, и более того, умирает здесь Урса. Пока что все у них чуть получше выглядит. И по линиям, и по крипстатам, и даже по счету они впереди. Но это вообще все небольшое. Я вот поправлю и нас, и, в общем-то, дам точную информацию теперь уже, что действительно играет в миде у нас все-таки генерал, это 05-08, это генерал, а Йоку, в общем-то, играет на Думе. Теперь это точно информация, по идее, должна быть. Андершок на Рубике, вот, Андершок. Теперь мы вроде бы всех знаем, со всеми знакомы. Так, окей, ладно. Ну, в общем, действительно, как полагается, с НГ Доти у нас очень много разменов на первых левелах, и все воюют, все делают ТПшки какие-то. Но пока чуть лучше, возможно, для элементов про гейминг все-таки. Тут можно было бы даже сразу понять, что Элидан играет на Луне, вот этот вот крипстат, когда он добил своих крипов чуть ли не больше, чем вражеских. Очень хорошо играет, старается добивать практически все, не давать экспы. Ну и в целом, линия такая, которая могла его напрягать, вот этот Найт Сталкер с хорошими статами, плюс Омник, который дает там репел, захиливает. Могло получиться неплохо. Но как мы видим, Луну периодически оставляют в одиночестве, плюс ко всему там тот герой, который остается один, его тоже забирают. И на миде вот сейчас два саппорта пытаются как-то обороняться от Queen of Pain, а она в свою очередь прогнала СФа. Они там чуть не убили, его там оставался порядка 30 хп, Омник все сместились, подсейвили вроде более-менее. Но, конечно, затраты вот этих ресурсов на ТПшки очень большие. Теперь они скрин перетелываются вниз, встречает Урза Вориора, заслипал, Брейнсап дал, Дум поджигает землю, начинает пробивать Урсецкого, Урсецкий скрин одобьет Ли, да, добивает его, умирает сам. Ну а теперь, конечно, Торич Йоку будет пытаться Эдршока сливать. Дум накинул, Крипа параллельно съел, все успел сделать, смотрел Рубика. Ну хорошо сыграл, не стал жадничать, потратил Дум и 2 в 1 размен. Опять небольшой, но плюс для команды Элеменс. Ну да, то есть то, что... Все больше и больше они отрываются. То, что умирает Бейн, в принципе, не так страшно, у него всего там 3 смерти, но при этом он сам разменивается, сделал 2 фрага и, конечно же, оставляет киллы ассиста своим форам. В частности, вот очень неплохо поднимается Йоку на нижней линии, у него 3-1-2 старт, Фейз уже есть 1300 голды, отличнейший буст. Ну вот Бейну бы немножко экспы тоже получать, то есть он первым умирает, экспы вообще не забирает. Это небольшой минус, с другой стороны, Дум очень получился толстый по экспириенсу, уже 7-й левел имеет. Так, и возвращается все. У нас пошла перетяжка от Луны, все-таки долго она стоять наверху не может, туда приходят сразу 3 героя, естественно, это слишком. Это пословлено тем, что ночь пошла, от Night Stalker, и у меня страшно стало, она в секунду просто-напросто умирала, герой тонкий, тем более одна осталась. Поэтому сильно самым простым решением... Так, Урсу могут зацепить, у Луны еще нет 6-го. Вот Бим дает, но там с фейзами, не так-то просто. Фейзи закончились на развороте, пытается бить Дума, Дум разворачивается, пошел Хилл, и кажется, Элидан здесь приплыл. Да, Урсевич с 6-м левелом не дал себя в обиду, рычит, нужно поднимать, замедлять Дума, Дум на развороте не хочет ничего давать, в итоге Дум просто умирает, появляются два маленьких Дума, можно кинуть камень, попробовать, Бейн перетягивается, будет ли камешек? Нет, Бейн здесь вряд ли кого-то заберет. Тот самый Бейн, который 3-го уровня, мало чем-то помочь может, там, проинцап, только ждать, какого-то 2-го уровня прокачки. Недазначен это будет для того, чтобы убить, и снова все, отличные подключения, трасса-тошер, терению клопута в миде убивают, ой-ой-ой, лопатка погибла. Бейн здесь тоже не поспел. Бейн в итоге выжил, а Блинк не успел сделать. Да, и вот здесь вот, вот эти вот два момента, как раз-таки, такой серьезный проигрыш для команды Элеменции. Как мы видим, все преимущества, которые они на старте набирали, с трудом, ну, потому что маленькие ловела все-таки вначале мало дают, так, на гудэмон нападение тем временем, но он уйдет. Но, нет, с руки пробил его, там все-таки почти 100 дэмэджа уже луной с руки, и догоняет, или даун, делает тычку, убивает. Яд плюс еще физикой дамажит висит. В общем, то, что на лоу-левелах с трудом набирали, довольно быстро слили, потому что, ну, как раз-таки сбили вот эти вот стрики, хотя стриков не было, но все равно сбили какое-то вот это вот начальное преимущество, и двух коров отдали. И абсолютно равная игра теперь у нас. Вообще никаких преимуществ ни одних, ни во вторых, разве что можно сказать, что все-таки, на мой взгляд, наличие дума это очень серьезный такой фактор, который может сказаться, здесь. Ну, сказаться будет практически в любой драке, да, будет выключать дум кого-то постоянно, скорее всего, кого томника, чтобы не бустил Борсу Варриора. Такой момент интересный, вот против кого все-таки дума лучше, против кэри, которые там кастуют как-то, или против кэри, которые убьют сруги, потому что, с одной стороны, если тебя заткнули, так сейчас посмотрим, тут Бэйн выходит на Урсу, Бэйн, есть ТП-шка, Найт Сталкер, включая Таркнесс, Нарзор, скорее всего, будет драться, там подхил получает Турсецкий, ну, такое, лезть против дума, которого 4-й, скорой 4-й не хочется, плюс Бэйн, довольно все-таки стоповый парень, решили остаться на ней. Ну, тот тоже потратил дум, и не самый простой, не самый дешевый, скажем так, спелл потратил. Так вот, против какого все-таки дума лучше? С одной стороны, на какую-то квапу можно накинуть дум, не дать ей ничего скастовать, с другой стороны, если квапа уже раскастовалась, то как-то дум кидать на нее не очень хочется. И вот здесь вот с Урсой, ну, действительно, такая вот очень непростая ситуация. С одной стороны, ты можешь дать на нее дум, и вроде как, ну, как бы, она все равно, кастовать ей особо ничего не надо, она бежит и бьет с руки. С другой стороны, все-таки, в какой момент на нее не дай этот дум, он будет одинаково полезен. И вот именно с Урсой, ну, Урса это не лучший пример, потому что, наверное, Урса как раз-таки наиболее уязвима, потому что ей каждые несколько секунд нужно перекастовывать свой овер-пауэр, бить по земле эршоком, и выбор получается очень хороший. Ну, вообще, да, ну, типа, можно накинуть дум, но сколько-то он будет висеть, опять же, под протекцией суппортов, в годем будет все время на страже этого самого Урса Ворио, уйдет кингаэра. Ну, и должен сбивать ТП, да, сбивает ТП у нас, Найсталкер, и кингаэр здесь будет умирать. Фив дал перед смертью, еще и живет, еще и на себя подхил дал, да и закупился, кингаэр на полную, на все свои деньги, но, конечно, погибает, время, он немного подбирал. Так вот, Фив перед смертью. Это, тетя, выявит перед смертью. Ой, встречает, там, смотри, как Иллидан, в соло СФ, отлично, разобрался с этой ситуацией. Так вот, можно кидать на Урса Ворио, но, как по мне, лучше, по-моему, стыкать каких-то таких вот супорчих персонажей, которые будут, там, не знаю, этого Урса Ворио всегда держать в полном ХП практически, да, то есть ТП у Омника какого-то выключить. Можно, конечно, включать СФ, но опять та же самая ситуация. Сзади будет стоять Рубик с пассивкой, сзади будет стоять Омни Найт, который будет подхиливаться, и толку практически от этого вашего дома не будет. Ну, не знаю, тут вопрос спорный, опять же, все будет зависеть от того, как будут инициировать элементы с про-гейминг, сколько персонажей, какие персонажи будут у Ашер в этот момент стоять в первом порядке и позади. Так, ну и вот сейчас довольно-таки важный момент, потому что Урса купила себе блинг, у Луны до БКБшки еще очень долго, да и с БКБ она против Урсы так себе дерется. Ну, вот если взять даже один на один, в ситуации, когда Урса не сможет ничему вернуться от ультимейта, она сможет поражать свой ульт. Так, и вот пошел за Кингером, Урсевич, Соник Вейф Роскост, Квопата неплохо зашла, так, Рубика убили, Дум все-таки вешается на Урса-Вориора, будет прогонять и бить его с руки, СФ, Афин с гриппом он просто щекочет, здесь Бэйн, держит на месте, слили Урсу, и сливают от Жафонина. Ну, такие вот легкие минус 3 для элементов с про-геймингом. Ой, там еще и Найт Сталкер-то может стрелять, слипом сбивают МОТП, и это будет минус 4. Требл килл бай генерал. Ну, очень неудачно зашли сейчас, и видно было прям, насколько по цепочке заходили, дали все практически в одного дазла, потратили там блинки, все сплыли, чтобы до него дотянуться, а в итоге сами оказались против пятерых, и встали под хороший рассказ. Ну, здорово для элементов, очень здорово они приняли. Единственный плюс такой легкий, то, что это все хотя бы днем было, и Найт Сталкер не потерял своего времени, но это слишком маленький плюс для потери 4 героев, и дает это дополнительное время для команды элементов про гейминг, чтобы зафармить ключевые арты. А все-таки им здесь пока вот у Луны не появится БКБшка, тяжеловато. Ну, собственно, что и произошло с Луной. Ну да, если так будет рваться Урса Вориор, конечно, шанс Луни не оставить, тем более, что она одна здесь находилась. Абсолютно ты прав, действительно, неудачная была реализация блинка от Урса Вориора, очень много денег они отдали противнику, и так, в принципе, по Найт Ворсу, элементу про гейминг, упор героев, все было в порядке. Вот, но все-таки Урсетский будет пытаться как-то реализовать свой блинк, и вот такими нападками на отставших героев элементского гейминга он будет все на Творс увеличивать. Ну, его сейчас посмотрим. Опять будет какая-то, видимо, атака. Стоит довольно агрессивный ворнец. Видели Дазла. Видели Дазла, и прям могло можно обрываться. Идет первое. Найсталкер должен дать просто Абаста Фир, ну и даже без Фира разобрались там, среагировав Дазл не успел. Ну, тут Бурс просто нереальный. Я вот смотрел наверх, у меня была выделена Луна, она была на фулл ХП, и я просто увидел, как у нее быстро эти ХП снялись. Там буквально доля секунды какая-то ее Урсу убило слишком быстро. И сейчас то же самое произошло с Дазлом. Ну, скажем прямо, разницы там между Луной и Дазлом не так много. У них, ну, конечно, Дазл чуть помягче, но когда в тебя влетает столько демеджа, пока еще на такой стадии у Луны не так много артефактов на выживаемость, чтобы там долго жить, тысячи ХП всего-навсего, 16 армора, там чистый урон, плюс несколько ударов, там каждая тычка все больнее, а под ультимейтом там же еще больнее, они вроде как... Да, да, там. Там увеличивается вот как раз количество стаков. Так, поймали Гудема, Гудем накидывает на себя, потратили в него ультимейт, воруют андершок этот ультимейт, Дум на Урсу, пошла Луна, Урсу забирают как-то слишком быстро, Омника тоже забирают, Ну, так себе, в общем-то, эта драка от Ашера, я немножечко не понял, зачем они в эту драку вступали, у них стояло два агрессивных ворда, в шумную Урсу, вот они сверху видели и снизу видели, видели все ТП, видели все заходы, но при этом оставались четвером, и не было рядышком СФ, который вообще в этой игре практически участия не принимает, ну и как-то все выглядело уж очень ужасно для Ашер, но в итоге они драку приняли и благополучно ее проиграли. Позиционка очень удачная, там еще и Омника, обычно Омник кого-то спасать должен, а тут получилось, что Омник сам подставился и ничего не смог сделать, никого подсейвить. Ну и тем более, да, Дум на Урсу работает круто, все-таки, пока у нее нету много статов. Да-да-да, выключает его довольно быстро, не дает ничего сделать. Так вот, там еще и Омник-то особо спасительный может. Тазлик, Луна без ультимейта, но с Аегисом продолжает отраться, сейчас будет команда помогать, с Хайграунда пытается чем-то откидываться, Папа тоже здесь, но помогите ей кто-нибудь. Стоят с пригоркой и смотрят, но тогда нужно отдавать. Отраться у нас, видимо, уже не получается. это очень забавная ситуация, в итоге очень вовремя СФ поднимают в Юл, но без разницы, Луна умирает второй раз слишком быстро, Рубик ворует Бим. Ну как-то что-то я не знаю, ну элемент, стояли и смотрели, ну боже, он два героя, брать один с Аегисом, они сдаются пригоркой, пытаются что-то дать. Такой трэш. Подай руку, кричал Элидан, подай руку. Спасите, помогите. Я встал на кошку двумя ногами, пытался дотянуться до обрыва, но не получилось. Да, забавная ситуация, но вот это из минусов Луны, все-таки, насколько же этот герой слаб против, ну, немобильный, насколько он немобильный, и если он вот так вот попадается, то есть там никакого блинка, никакого нету, ни паунса, ничего, чем можно было бы спастись. Его просто убили два раза. Мекка появляется на СФ, но вообще до сих пор не совсем понятно, в чью же пользу развивается игра, потому что вроде как вот после этого Рошана большое преимущество забрали элемент, но вот так вот смотришь, насколько уверенно смотрится пик вот таких толстяков, бежит Турса, Найт Сталкер, издалека все расстреливает СФ с Меккой, тоже здорово может зайти. Если, вот опять же, если хорошая позиция будет, здесь, наверное, это будет ключевым фактором. Так, Рубик ворует землю, включает ее, получает стан, Queen of Pain рядом, на Рубика пожалел свой ультимейт. Да опять же, вот элементы сейчас пробежались по ворту, и их было прекрасно видно, это инициирует, правда, генерал. Том пошел на СФ, а в этот раз ультимейт от Луны, без шанса на СФ-СФ падает, Турса Ворио, в те время практически растерзал Квапу, но Квапа поднимает себя в Юл и будет жить, отбивается, Ботом еще продолжает драться, зачем? Ой-ой-ой, Найт Сталкер так легкую забаватили. Да, Финс Грипп, Найт Сталкер тоже умирает, Репел не спасает Кодемовский ультимейт, потому что там чистый урон, Кодем тоже будет падать, Свизухи пробили позже, и также падает Турса Ворио, минус 4. Ну и в итоге, как-то опять очень, очень непонятно, на Хелл Рейзер снова отдались полным составом. Вот если не считать вот эту драку снизу, вот это вот, ну где в принципе были в пятером элемент, но они просто были разделены вот этим вот пригорочком, то элементы у нас всегда в пятером, а Шер, ну не всегда в пятером, там Рубик вообще только в конец драки полетел на ТП, хотя с него все. Да у них и даже, ну вот понимаешь, драку 5 на 5, ну вступать особо-то не с чем, но такие шикарные АОЕ ультимейт, это Клопа, это Луна, Дум одного вырубает, Бейн, который ну крайне полезен в таких атаках, и с другой стороны смотришь, есть протекция от, ну такая протекция легкая, да, от Рубика, от Омни Найта, то есть героя, которые в принципе не бойцы, Урса, который один раз зашел, дал прокаст, ну дал водер пауэр, и все, там дальше пока бегает за противником, Найт Талкер дал воид, и СФ, ну вот СФ разве что мог только как-то помочь, но в любом случае, даже вот в сравнении с Элементс Про Гейминг, драка 5 на 5, у Ашер выглядит слабше намного, и они все равно вступают в эту борьбу, они видят противника полностью, Элементы бегают все время под вардами, и Ашеры все надеются, что не смогут выиграть драку, а драка вообще выглядит безнадежно, там если посмотреть по количеству ненесенного демеджа, Ашеры, ну просто в огромном минусе, никак не поспевают, но вот может ловить так, вот пока там например где-то Даззл с Луной пытаются сплитить, вот здесь их можно подлавлить, можно за это их наказывать. Бегут, бегут, бегут на помощь, уже Урсе нужно сбить Блинк, сбивают, дали Грейв, Урсе дали Дум, Дум заходит, неплохой раскаст от СФ, но демеджа конечно не очень много, Урсу нужно заденайить, но нет, она получает по голове первым с пылом, но тут драка уже проиграна. Фенс Гриппа поймали еще СФ, Рубик падает, Луна Бим дает в Афоне, на Афоне тоже гибнет, минус 3, пытается уйти Найт Сталкер, ну скорее всего он уйдет, и Омник там просто заюзал бигбаут. Обратите внимание, у Омника фулл МП, вот просто фулл МП парень из драки ушел. Ну то есть СФ раскастовался, но опять же, вот если посмотреть по урону, кто там у них демедж нанес, ну и СФ только, Урсецкий очень мало, Рубик дал рассказ. Но он, Омник ему давал, конечно, хил, но опять же, здесь вот позиция настолько была неудачная, Омник там в принципе никак не дотягивался до Урса, чтобы ей помочь. С другой стороны, другим хил вроде как был и не нужен. Ну такое, в общем. В любом случае, драться 5 на 5 очень тяжело HR. У них вот из артефактов там есть что-то только у Алтофони на 1 мека, и Блинк в Урсе. Все, больше ничего нет. Тяжело, да, проигрывая 10 тысяч, драться 5 на 5. И опять же, стоит отметить, что Элеменс успели перетянуться. То есть, по факту, драка начиналась 2 в 5. И явно не в пользу Элеменс. Но Луна побежала там спасаться в кусты, ее сейвил Даззл, и вся команда бежала ей на помощь. И успела. Вот этого успела не хватает очень сильно HR. Ну и все, Аганим появляется у Дума, это бесконечный Дум. Ну если это на Урсу, то практически он бесконечный, и с драки убежать и вернуться обратно практически нереально, потому что, скорее всего, за это время уже драка закончится. Либо она просто убегает, выживает, либо она умирает. Такое себе, выжить, конечно, будет очень сложно. Дайверсу Вориор, теперь даже подумаем, не боец, если до этого можно было хотя бы просто носить урон с руки, то теперь и Фьюри Свайпс будет отключен. Ну, такой юзелес, плотненький мешочек будет бегать, который будет потихонечку гореть. Но тяжело, очень тяжело. Без Фьюри Свайпс это вообще какая-то туалетика какой-то. Ну, плюшевый медвежонок бегает, такой просто реально плюшевый, безобидный абсолютно. На него не будут обращать внимание даже. А, есть еще у Дума и Пурдж, для того, чтобы снимать Репел. Это вообще будет суперконтракт всему пику Ашера, один герой на одного вешает Дум, с другого снимает Пурджон Репел, и Омник не знает, что ему делать. А то и Ультимейт вместе с Репелом. Ну да, то есть Омника и Урсу Вариор уже могут выходить из игры, потому что для них игра фактически закончилась. Ну, слишком много дает Дум в этой ситуации. Как-то так получилось. Ну да, этот пик действительно проморгали Ашер. Хотя, с другой стороны, Дума они прекрасно видели и Омника с Урсуа собрали четвертым-пятым героем. Ну, не знаю, надеялись, что, возможно, убьют изначально и там захватят какую-то инициативу, бустанутся и так далее. Не вышло. Не получилось. Ну, как-то здесь в целом игра проходит не по их инициативе. Видна как бы какая-то легкая комбинация, но вот в командную игру получается явно лучше у скрина и компании, как мы видим. Тут уже интересные артефакты появляются. Аганим на Queen of Pain. Бэйн почти с Глиммера. У него есть госскипетр как раз-таки для того, чтобы против Урсы выживать, если уж очень будет нужно. Я так понимаю, Black King Bar почти готов у Shadowfin, да? Да, у скрина еще и Глиммер. Ну, то есть, кого-то забрать будет очень тяжело уже с такими количествами подсейва. Там всякие слипы, Глиммеры, Грейвы, подхилы. И выходят в пятером. Но это такой уже легкий, по-моему. Ну, если не All-In, я даже не знаю, как это назвать, потому что... Так, пошли, пошли. Квопа запрыгивает, ничего не боится, дает ультимейт. Все, у мне Найта за хил. Луна раскастовывает свой ультимейт. SF дает ульт, Омни Найт включает Guardian Angel, но Омни Найт против всех не очень хорошо получается у него. Най. Ну, теперь Том пошел уже на Афонин, да, Афонин здесь тоже будут убивать. Шмотки какие-то выкладываются, ну, это так, веселятся ребята из элементов про гейминг. Ну, вот сейчас более-менее Ашеры что-то раскастовали. У них были репелы, у них был реквим более-менее неплохой, пытались как-то входить в замес, но видим, что драку они все равно проиграли, проиграли вчистую, да. Опять же, Русетский тут либо не показалось, либо он практически ноль демедж на высоте. И опять с Андершока поймают. За спину зашел он у нас скрин через Климер. Андершок тоже будет погибать. Ну да, как-то все выглядит совсем уж мрачный для Ашеры в этой карте. Очень много проигрывают. Стрик спешенный у генерала. 9-1-7 играет. Ну и сейчас, скорее всего, будет заход уже на хайграунд. Ну, очень круто, генерал сыграл. Он так вот запрыгнул, дал весь свой рассказ. Да, пусть он там попал в одного омника, но смысл в том, что ему не сделать ничего. Единственное, чем его могут подцепить, это телекинез Рубика. За телекинез убить его сложновато, учитывая, что сзади стоит еще Даззл. Все остальное, если вешают Сайланс, ну и вообще все что угодно, она поднимает себя в EU. Пока она висит в EU-ле, уже подходит вся команда и... Да более того, Блинк, куда он проходит, она просто улетает. Да, и Блинк проходит. Ну, в общем, круто сыграл. Такая безнаказанность тотальная. Вот Сова идет в бой. Сова в бой. Клопата тоже в Инвизе есть Соник Вейв, между прочим, тут радость хотят, элементы про гейминг. Сейчас выиграет одну драку 5-0 и можно игру заканчивать сразу же. Так, ну вот уж ждет возможности подцепить. Фингрипы начинают, Даззл вешает Вив, есть Репел, есть Подхил, Урса Варьер все еще стоит на месте, тяжело ему Бойзон Тач и жить бы надо. Ультимейт включает и уходит под свои бараки. Спасся. Ну, развелели даже на БКБ. Но при этом бараки-то падают. Бараки падают, глифа нет и как-то нужно обронять сейчас. Вроде бы нужно навязывать бой и как-то делать. Кулдаун. Тяжело, тяжело против Луны. Глайвы летают по базе. Да, да, да. Ультимейта у Умника нет. Подходит Найт Сталкер чуть не по кипу. Турсетский ворвался, Валидан и есть Реквем, но там опять же и Глимер и вешается также под сейв. Шолок Рейв падает Андершок. Найт Сталкера уже нет. Вьюлит СФа. Снова Вив. Драка идет уже под Тир-4, но настоящая Сагатота. Ну, таки подзажимают Хелл Рейзерс и вынуждают их вражу писать Good Game Well Played. Ну, в салат так вот можно сказать. Выиграли Элементс. Они с самого начала игры вели, даже где-то подфиживали в начале. Ну, вот как только игра там зашла на какую-то... Я бы сказал на 20-ю минуту игры, но тут все гораздо раньше было. Минут с 15-ой наверное уже они просто за счет того, что бегали в пятером выиграли. Вот прям даже не сказать, что за счет чего-то другого. Просто пять Мендота побеждает по одному гейминг. Ну, как-то так и происходит. Ну, да, Урса Варьер может быть под Омни Найтом это гроза каких-то пабов, соло рейтинга и так далее. Это будет работать, но когда ты играешь против более-менее такой команды, которые друг с другом контактируют, то такой контрится на корне, да, сразу же. Пятером подключаются ребятки и дают по щам. Хотя нужно отметить, что Элемент Спро Гейминг все-таки допускали довольно много ошибок и отдачи были какие-то не совсем ясные, но все же оказались сильнее, сильнее, чем Ошер. Ну, что ж, получается, что Ошер сейчас на грани вылета в сетку лузеров. Я напомню, что формат квалификации такой, что еще и лузера имеются. Вот, а Элемент Спро Гейминг имеет возможность выйти в следующий этап, если выиграет вторую карту. Кстати говоря, победитель этой пары у нас как раз-таки будет встречаться против победителя пары Вега и Стик. Вот. Этот матч, я помню, играется параллельно на втором канале Мазубу. Вот таки раскладываем. Ну, что, наверное, будем на вторую карту потихонечку. Да? Ну, как бы что можно сказать по этой игре? 25 минут всего, тут даже рассказывать-то нечего. Ну, вообще, да, на самом деле, это был СНГ папчик такой легкий, ребята посражались, побивали друг другу, слишком много киллов было сделано. надеемся, что посерьезнее у нас пойдет артипа номером 2, так что, никуда не уходите, мы скоро вернемся.